Спектакль «Урок» готовят в Хабаровском краевом театре кукол. Летающие совы со светящимися глазами и другие обитатели леса расскажут маленьким зрителям, как они живут и чем заняты. На создание сложных декораций кукол у художников-бутафоров ушло два месяца. Сказочный зимний лес в репортаже Татьяны Репиной. Это бутафорское чудо, волшебство. Глаза светятся, потому что в темноте она будет. Представляете, как здорово. И вот эти мягкие крылья, она будет вот так летать и вот так рук детей касаться. Голова у сады поворачивается на 270 градусов. Спектакль «Колыбельная для леса» скорее можно назвать уроком по природоведению. Через игру артисты знакомят зрителей с лесными жителями. Превратила учебное пособие в спектакль Юлия Владимирова. В театре кукол актриса играет больше 20 лет. Сменить амплуа на режиссерское подтолкнуло материнство. Уроки можно делать интересными для детей, чтобы они постепенно переходили от детского сада, то есть к школе. Но этого на самом деле не происходит фактически. Те же самые уроки, игровой формы никакой нет. Но моему ребенку было тяжело перестроиться, поэтому я помню этот длительный процесс затяжной. Все равно холодно. А давай мы тебе сверху тоже листиками и травкой накроем. Серые зайцы, проворные белки и хитрые лисы расскажут маленьким зрителям о порядке в лесу. Актеры научат различать следы на снегу и познакомят с рационом мохнатых и пернатых. Над куклами и декорациями бутафоры театра трудились больше двух месяцев. Работали по 8-10 часов в день. Это реальный труд. И то, как актеры выкладываются, какой посыл они дают детям, как это с душой сделано, то мне кажется, это действительно большая очень работа. И пустилась за ним в погоню! Спектакль «Колыбельная для леса» планируют продолжать. У режиссера возникла идея сделать серию таких игровых уроков. Зимняя премьера для зрителей состоится в субботу в Краевом театре «Кукол». Татьяна Репина, Павел Легалин, телеканал «Губерния». Татьяна Репина, Павел Легалин, телеканал «Губерния».